На очередном заседании городского совета депутатов побывала Лариса Панина. Принятый в первом чтении на предыдущем совете проект положения о координационном совете по межэтническим отношениям при главе города Лобня был, с учетом высказанных рабочей группой и прокуратурой пожеланий, принят во втором чтении. Предстоит доработать проект, сформировать состав совета, утвердить его и приступить к работе. Вопрос межэтнических отношений для многонационального Подмосковья, в том числе и нашего города, всегда являлся важным. На совет были представлены документы, касающиеся размещения нестационарных объектов торговли. В мае прошлого года рассматривалось положение с такой же формулировкой, однако оно не охватывало все объекты нестационарной торговли в городе. Новое положение переработано. Основная задача схемы размещения НТО – улучшить качество и организацию обслуживания населения, установить единый порядок размещения, достичь соответствия между тем, сколько надо и сколько в городе есть подобных объектов, определить единое архитектурное решение внешнего вида нестационарных торговых объектов. Требования не распространяются на летние кафе, НТО, расположенные на территории рынков, а также установленные при проведении праздничных мероприятий, имеющих краткосрочный характер. Положение было принято в первом чтении. Депутаты одобрили изменения, внесенные в структурный состав администрации города. Сектор по работе со средствами массовой информации вошел во вновь созданное Управление по работе со СМИ и связям с общественностью. В составе управления также сформирован отдел по связям с общественностью. Об итогах работы контрольно-счетной палаты доложил ее председатель Евгений Смышляев. Информация была принята депутатами к сведению. У нас было проведено 47 контрольных мероприятий по итогам 2013 года и выявлен объем нарушений недостатков на сумму 145 миллионов. По профессиональным качествам своим работник контрольно-счетной палаты города Лобни является одним из самых профессиональных, самых квалифицированных в Московской области. На заседании были рассмотрены также наградные вопросы. Звание почетный гражданин города было решено присвоить председателю уже более 20 лет Шереметьевского филиала клуба ветеранов летного состава аэрофлота экипаж Людмиле Звягиной за активную общественную деятельность, большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. А также Борису Иванову, начальнику управления образования города за долголетний 18 лет в городе и 45 лет в педагогике, добросовестный труд, большой вклад в развитие системы образования города Лобня. Городских наград были удостоены и другие лобнинцы из разных сфер – жилищно-коммунальной и образования. Были рассмотрены и другие вопросы.